Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить пахлаву. Пахлаву не по-турецки, а пахлаву такую, которую мы привыкли видеть на море, которая продается ароматная, когда на весь пляж кричат пахлава медовая, ароматная, хрустящая и воздушная. В общем, сегодня именно такую пахлаву будем готовить с вами мы. Готовится она довольно несложно, но все-таки требует некоторых затрат по времени. Само тесто очень простое. Я просеиваю сюда муку, добавляю сметану и буду добавлять сюда водку. Благодаря водке наше тесто впитает меньше себя масла и получается более хрустяще. Вы не переживайте, весь алкоголь испаряется во время термообработки, поэтому не очень нервничайте по поводу водки. Но кто не хочет, не добавляйте. Также добавляю сюда сразу соль и сахар. И я буду готовить в этот раз на минеральной воде газированной. Абсолютно любую самую простую газированную воду. Я, конечно, очень сомневаюсь, что на море ее делают из газировки, поэтому, скорее всего, мне кажется, что они делают на обычной просто воде. Можно готовить также на сыворотке, либо на молоке. Здесь уже по вашему вкусу. Смотрите, как бы вам хотелось и как вы это видите. Можно, в принципе, любую жидкость использовать. Изначально замешиваю ложкой, пока тесто еще липкое, так как у нас здесь нет в составе никакого масла. Тесто немножечко вначале липковатое, но уже после нескольких минут замеса тесто перестает липнуть к рукам. Изначально я просеяла в емкость 400 грамм муки, остальную я добавляю на подпыл, уже смотрю, сколько мне понадобится потом. Прибавляю и минут так 5 я замешиваю тесто, для того, чтобы оно стало хорошо эластичным. Оно перестало липнуть к рукам. И теперь я его сверху чуть-чуть присыплю мукой и накрою вафельным полотенцем, для того, чтобы тесто полежало и стало хорошо эластичным, и потом очень тонко раскатывалось. Обваляла в муке и накрываю. Полежало у меня тесто 20 минут, и теперь его можно разделять на части, которые удобно будет раскатать. Насколько позволяют мне мой стол и моя скалка раскатывать большие пласты, я разделила где-то третью часть теста, взяла в этот раз. И буду раскатывать на весь стол. Толщина теста где-то в 1 мм. Раскатывать нужно очень толко, почти как на штрудель, то есть практически полупрозрачное тесто. Затем, после раскатки, тесто лучше всего немножечко подсушить. Оно должно минут 15 полежать у вас на столе, либо вы переносите тесто на какую-нибудь ХБ ткань. И после этого вы переносите тесто и начинаем его скручивать. Тесто немножечко можно присыпать мукой, но абсолютно немножечко. От того, как вы скрутите тесто, будет зависеть размер вашей пахлавы. Я делала первые немножечко побольше, другие делала немножечко поменьше. Сейчас у меня, ну вот, размер скручивания моего теста где-то сантиметров 6, наверное. Следующие я скручивала где-то 3-4 и маленькие такие пахлавушки делала. Обрезаю остаток и склеиваю немножечко. Можно смазать немножечко водой, чтобы у нас потом не расходился конец и наша пахлава не раскручивалась. И ножом аккуратненько разрезаю и расслаиваю. Если тесто у вас немножечко подсохшее, так как нужно было, оно у вас замечательно расслаивается и без проблем потом расходится у вас в масле. Вот так вот вы видите, как раскрываются все лепесточки. И вот так вот раскрываем. Долго не даем рулету нашему лежать, чтобы у нас ничего, не дай бог, не склеилось. И вот такие вот пахлавушки. Посмотрите, насколько тонкое тесто. Вот 1 миллиметр, очень тонко катаем. И теперь их можно приступать уже жарить. Масло ставим на огонь. И хорошенечко его разогреваем. Можно на маленьком кусочке теста попробовать, чтобы оно шкварчало и кипело. И опускаем туда пахлаву. Она моментально всплывает и становится такой легкой-легкой и воздушной. Посмотрите, какие волдыри в ней надуваются, как проходит через нее масло. И она получается очень такая золотистая и хрустящая. Прям сразу хочется ее попробовать. Но она еще не вкусная и не сладкая, потому что сверху мы ее будем покрывать потом сахарным сиропом. Сейчас у нас в тесте сахара практически нет. И это еще нельзя назвать настоящей пахлавой. Пахлаву я снимаю либо на решетку, либо на бумажное полотенце, для того, чтобы все-таки лишнее масло ушло. И отправляю жарить следующую. На это, конечно, можно смотреть вечно. Это так красиво, когда тесто всплывает, раскрывается и становится таким воздушным-воздушным. Это очень завораживает. Я люблю этот процесс, конечно. После того, как мы нажарили с вами целую-целую гору вот таких вот пахлавушек, они у нас полностью остыли. Приступаем к сахарному сиропу, в который мы будем макать нашу пахлаву. Для сахарного сиропа можно использовать любую емкость. Я взяла вот такую вот чашку. Если использовать полную чашку сахара, добавляем сюда где-то 2 трети этой же чашки воды и отправляем на огонь. На среднем огне где-то минут 7 у нас варится до хороших таких пузырей, вот карамельных уже, я бы сказала. Но, понятное дело, у нас еще не должна произойти карамель. Добавляю сюда чайную ложку меда, перемешала и начинаю быстренько окунать сюда пахлаву. Огонь абсолютно уменьшаем минимальный, либо вообще убираем из огня. Потому что потом у нас карамель уварится и она будет довольно плотной. И нужно еще на только смоченные в карамели пахлавушки посыпать их измельченными орехами. Тогда это будет настоящая пахлава. Орехи любые по вашему вкусу. Это могут быть и грецкие, и любые другие. Лучше присыпать, конечно, сразу, как только вы пахлаву достали с карамели, присыпайте сразу. Потому что потом уже орешки не так хорошо хотят приставать. И вот такая вот гора вкуснятины у нас получилась. Это очень-очень вкусно. Эта гора ушла буквально за один день, у нас всем семейством кушали. И вы это тоже должны попробовать. Это реально бесподобно. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok